Всем привет! Меня зовут Ангелина Приходько, и сегодня мы поговорим об ароматах новогодних каникул. Где же новогоднее настроение? Мне, кстати, нравится. Я вообще люблю такие прогулки, вот когда мороз, солнце, ты идешь, щелки красные. Мантия и шарф Гарри Поттера немного удачи еще никому не помешал. Ароматы новогодних каникул – это не какая-то отдельная категория. Это, скорее всего, ароматы, чье звучание – елочно-мандариновое, цитрусовое, спецевое – отлично дополнит морозное утро. Ателье-колонь «Мандарин Глассиали». Что больше всего вам напоминает о новогодних каникулах, как не запах мандаринов? Небольшие солнечные фрукты с кисло-сладким пряным запахом, от вдыхания которого рот тут же наполняется слюной, и в голове начинается сплошной джингл-беллс. Бренд «Ателье-колонь» знает о цитрусовых ароматах практически все. Именно поэтому «Мандарин Глассиали» возглавляет нашу сегодняшнюю подборку. Настоящий аромат праздничного настроения, яркий, натуралистичный мандариновый аккорд. Иногда даже немного пьяный, как будто фрукты самую малость подбродили. Горечь мандариновых же корочек – сочный имбирь, острый, со сладковатым абертоном, пряный кардамон. Эрмес Э. Демервей Помните, в шестой части Гарри Поттера профессор зельеварения подарила Поттеру флакончик жидкой удачи? Кто бы мог подумать, что зелье удачи можно спокойно приобрести не только в волшебном, но и в магловском мире. Называется оно Э. Демервей, что переводится как «вода чудес». Искрящаяся композиция словно выбрала в себя саму суть рождественских каникул – яркий белый снег, укрывший землю, дома и кроны вечно зеленых деревьев. Терпко-сладкий аромат хвойных веток и сочная сладость цитрусовых. Немного удачи еще никому не помешало. А если у вас все хорошо, просто порадуйте себя прекрасным ароматом. Он украсит практически любую коллекцию. Кинзо Джангл Лефант Нетипичный аромат для марки, десятилетиями подчевавший нас акватикой и, на мой взгляд, самый лучший. И реакция большинства это подтверждает. Именно его чаще всего вспоминают, говоря о кинзо. Сундук со специями, годами хранящийся на чердаке. Терпкий запах гвоздики, кардамона и тмина. Не сладкий в привычном современном понимании передозировка ноты сженого сахара. Он сластит сиропом солодки и фруктовым соком. Появись он сегодня, его бы смело запечатали во флакон нишевого бренда, выставили на полке за пару десятков тысяч. Все бы покупали и восторгались. На момент же своего появления он вписался очень органично, но позже оказался на обочине парфюмерной жизни. И позже был снят с производства. К счастью, он еще доступен к покупке по адекватной цене. Несмотря на мощную пирамиду, в летний сезон раскрывается не хуже, чем в мороз. Даже напротив, становится мягче и округлее. Если бы Элда назвали свой аромат «Рождество на балконе», и он бы пах искрящимся снегом, хурной, мандаринами, шампанским, можно было бы удивиться. Эти хулиганы в очередной раз отличились, хотя и на сей раз очень деликатно. «Рождество на балконе» пахнет как балкон, на который вынесли уйму праздничных припасов, не влезших в холодильник. Или как развеселая шумная компания, которая гурьбой высыпалась на этот балкон, чтобы полюбоваться салютом. У всех в руках бокалы с шампанским, на шеях намотана гирлянда, кто-то закусывает игристый напиток мандаринами, а кто-то и вовсе притащил с собой кусок жареной индейки. Да-да, хоть в нотах никаких индеек и шампанского не указано, аромат имеет вполне четкое послевкусие. Из заявленных нот – мед, корица, сладкие абрикосы, цитрусовый и перец чили. Дольче Габбана 21 Лифо Возможно, для кого-то станет открытием, но коллекция-онтология Дольче Габбана включает в себя не только знаменитую императрицу, но еще и уйму ароматов, объединенных одной тематикой – колодой Таро. Аромат довольно нетривиальный за счет сочетания неожиданных нот. С одной стороны – можжевельник и папоротник, настраивающий на лесную тему, с другой – коньяк и имбирь, а точнее – нечто похожее на имбирный пряник, которые развивают свою иную тематику. Но в сумме аромат получился очень красивым, терпким, пряным, но не пыльным, полным воздуха. Для долгих прогулок морозным зимним днем будет то, что надо. Orange Bitter's Joe Malone London Прелесть ароматов Joe Malone в том, что содержимое полностью отражает название. Хотели получить апельсиновый биттер? Что-то вроде компари. Вот вам, пожалуйста, Orange Bitter. Отдавая дань традиции изготовления биттеров, сладости в этой композиции практически нет. Также помимо горьких апельсинов в пирамиду входит и нота обычных, и мандарин, который априори отличается большей сладостью, чем его сородичи. Дополняют это цитрусовое разнообразие янтарная амбра, сандал и едва уловимая нота вяленых слив, что как раз усиливает в аромате алкогольное ощущение. Апельсины и зима созданы друг для друга. Тонко-империаль Герлен. Аромат из коллекции Ларте Ла Матье, который призван раскрыть ноты бобов тонко. Сказать, что создателю аромата Тьерри Вассеру это удалось, не сказать ровным счетом ничего. Как и большинство ароматов в этой линейке, тонко-империаль собран практически безупречно. Что в очередной раз доказывает, дело не столько в таланте парфюмера, сколько в развязности его рук. Прошу прощения за игру слов. Это тонкая композиция, которая сделана в лучших традициях Герлен. Мягкая фирменная ваниль на знаменитой герленовской пудровой базе, составленной из цветочных нот. Ярко проступает аромат тонко-бобов и ядовитый цианидный миндаль. Сладость этих компонентов отлично уравновешивают скрытые хвойные ноты, которые позволяют аромату не скатиться в откровенную гурманику. Бракард «Русская княжна». Если честно, мне самой интересно, как будут выглядеть духи отечественного производителя. Давайте посмотрим. Слушайте, все настолько сказочное. Знаете, сразу представляется Снегурочка в красивом таком одеянии, с яркой шалью, с румяными щечками. Несомненно, этот аромат передает настроение балов и приемов, а еще крепких русских морозов, которые остановили самого Наполеона. Создатель русской княжны Бертран Дю Шафюр говорит о нем так. Вечер в гостиной после шумного бала, Свежие букеты в приглушенном свете люстр, Любимая шаль накинута на плечи, Чашка с терпким ягодным чаем согревает ладони. Время помечтать о том, что принесет завтрашний день. Сразу вспоминаются строки Пушкина. Татьяна с русской душою, сама не зная почему, С ее холодную красою любила русскую зиму. О чем же этот аромат? О крепком чае с ягодами. Здесь отчетливее всего слышна клюква. За ними в игру вступают малина, клубника и цитрусы. Завершают композицию цветы, дубовый мох и влажная древесина. Отдельно хочется упомянуть красивейший флакон, который станет отличным сувениром, например, для друзей, которые уехали жить в другую страну. Сегодня я поделилась с вами своей подборкой ароматов для новогодних каникул. Все они создадут праздничное настроение. А с каким ароматом готовы встречать новогодье вы? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. А с вами была Ангелина Приходько. Хороших вам праздников! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok